необходимо помнить что SAT и ACT это экзамены не английского языка это экзамены которые тестируют ваши способности к обучению в колледже поэтому вам даже не поможет американское гражданство все равно вы будете сдавать этот тест чтобы поступить на программу обучения бакалавриата в америке ну что я хочу сказать основная проблема наших то есть русскоязычных либо хинди язычных какие у меня еще студенты были мандарина язычных арабоязычных студентов это vocabulary то есть словарный запас но в этом видео я хочу рассмотреть совершенно другой подход это для специально для тех студентов которые чувствуют что их слабая сторона это грамматика вот вам пожалуйста вот эта книжка недавно вышла когда они нам будут еще да вот восемнадцатом и сети and с эти грамма workbook вот такая книженция которая направлена в первую очередь на заполнение ваших пробелов в грамматике чтобы правильно выполнить третью часть сайте напомню что сайте scholastic aptitude test состоит из трех частей первое это critical reading то есть когда вы работаете с текстом и отвечаете на вопросы вторая часть математика то есть две ну состоящая из задачек с калькулятором и без калькуляторы и третья часть это writing и language test когда необходимо ответить на на вопросы путем то есть исправить ошибки в различных ну фрагментах текста предложений и так далее то есть грубо говоря грамматика какие там задания исправьте предложения какой вариант правильный затем paraphrasing то есть что значит данное предложение пунктуация нужна ли запятая или там точка с запятой правильно ли употребленосном слово however или нужно therefore что там еще ну вот такого типа типа задания и вот здесь вот именно автор на это этом уделил внимание здесь он идет в первую очередь от глагола то есть мы знаем роль глагола в грамматике это же все времена на времена здесь тоже есть несколько заданий поэтому не будет лишним пересмотреть эти все времена затем есть конечно же упражнение на subject и verb agreement то есть на согласование глаголов предложений куда же без них затем есть немножко на использования местоимений в качестве референтов то есть слов ссылающихся на предыдущую информацию есть упражнения на различные формы в словообразование и формы прилагательных и и наречий и так далее в этой книжке можно писать сразу же вот как вы видите как раз пропущено пропущено место чтобы вы сами писали и также определенное определенное внимание уделяется идиомам и ну пожалуй все насчет vocabulary больше больше ничему другому не уделяется время внимание только только грамматическим в основном аспектом то есть как я уже сказал глагол части речи структура предложения что там еще ну там немножко пунктуация и если вы готовы потратить 15 долларов на это то пожалуйста вот ваша книжка ну скажу по секрету что в описании этого видео я добавил в description вам ссылку на amazon и возможно это там будет дешевле поэтому дерзайте и желаю вам чтобы вы хорошо сдали экзамен и поступили удачно в хороший американский вуз надеюсь я заслужил этим видео ваш лайк спасибо за просмотр!